Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбол, это жизнь, и мы продолжаем сегодня и заканчиваем нашу карьеру за Дортмундскую Боруссию. Перед началом этого видеоролика хотел бы вам напомнить о том, что у меня есть второй канал, игровой канал RNT. Ссылочка на него в описании под этим видео, поэтому переходите, подписывайтесь, кому интересны игровые прохождения или летсплей на ютубе. Буду рад, что всех там увидите. Ну что же, давайте пробежимся по матчам, которым нам предстоит сегодня сыграть. Во-первых, это ответная игра в Лиге Чемпионов в полуфинале против Атлетика. У них форов три мяча, мы проиграли 1-4 дома. Теперь едем на выезд. Две игры в чемпионате, которые ничего не решают, мы уже, если я не ошибаюсь, чемпионы Германии. Ну и также финал Кубка Германии у нас, поэтому все силы надо сейчас приложить именно к матчу с Атлетика, чтобы появился еще один матч финальный. Все-таки в карьере за PSG мы выиграли, если я не ошибаюсь, все. И чемпионат, и Лигу Чемпионов, и Кубок. Поэтому я, в принципе, во всех карьерах так и планирую все выигрывать. Вот, но здесь очень будет трудно. Все-таки фора, напомню, еще раз в три мяча. Мы будем, конечно, пытаться. Я надеюсь, все у нас получится. Поэтому тут немножечко почему-то у Минье стамина не полностью, из-за того, что, наверное, Мори травмирован. Ну вот, что поделать. Ну, значит, будем играть так. 73 у него физическая форма. Поехали. Итак, полуфинал Лиги Чемпионов. Мы на Ванда Метрополитана. Атлетика Мадрид принимает Боруссию. Первый матч закончился 4-1. Теперь Боруссии нужно забивать как минимум 3. А дай бог и побольше забьем, чтобы в основное время все закончилось. Ройс, розыгрыш Саканджи. А вот и Малин. А вот и Малин. И сразу же 1-0. Четвертая минута. Дортмунд забивает. И дай бог все у нас получится. Небольшое столкновение здесь было. Но на ногах стоял норвежец. Ройс. И пробить бы Марка Ройс. Быстро Боруссия забивает два мяча дуплетом. И вот так вот. 4-3 уже счет. Остается забить всего лишь один. Здесь уже Ерлинг Холланд. А Холланд имеет момент и забивает. И это Ерлинг Холланд. В итоге 3 безответных мяча сейчас забила Боруссия. Счет у нас 4-4. Холланд забивает важнейший гол в этой встрече. Потому что два мяча дуплетом, которые забили в первом тайме игроки Боруссии. Больше забить в первом тайме не получилось. Оказалось все. Атлетика собрались, но нет. Как мы видим, во втором тайме Холланд на индивидуальном здесь мастерстве. Придержал, где-то накрутил и пробил мощно в дальний угол. Счет 4-4. Горит Атлетика 3-0 дома. Но порой недель назад Боруссия горела 4-1. В итоге 22-й гол в 12 матчах у Холланда в Лиге Чемпионов. Ну и здесь вот побежал Лоренте. А какой прострел и Лемар забивает. А вот и первый гол Атлетики. И теперь нам нужно повторять счет предыдущего матча. Как мы 4-1 проиграли, так и надо теперь обыгрывать 4-1 Атлетикой. И обязательно забивать еще. Вот знал же я, что надо в любом случае забивать еще. Теперь просто обязаны мы это делать. Ну и офсайт, говорят, был у Холланда. 20 минут до конца. Счет снова в пользу Атлетика. Пошла подача. Аканжи справляется. И пропускает Боруссия еще один мяч. Два мяча нужно забивать за оставшееся время теперь Боруссии. Вот так вот преимущество в три мяча сразу же Боруссия теряет. Также вот два мяча дуплетом теперь забивает Атлетика. Малин. На Холланда пошла передача. Холланд забивает очень важный гол. Счет у нас 6-5. Остается, ну, 10 минут еще добавленное время от арбитра. 4-2. А Боруссия также забила 4 мяча, как и Атлетика на Сигнала Дуни Парк. Но вот Атлетик сегодня тоже посильнее. Два мяча они смогли все-таки забить. Но надо забивать хотя бы еще один мяч Боруссии. Да просто забрать мяч. Уйдет мяч или за боковую сейчас? Нет. Остается в поле минуту. Ну, минуту. Ну, какую минуту-то добавляет арбитр? Просто я не понимаю. В такой важный момент судья берет и добавляет всего лишь одну минуту. Я понимаю, что сам я виноват в том, что не забил. Сейчас потерял мяч в той ситуации, когда вообще не надо было пасовать назад. Надо было как-то прорываться за Холланда. Но в итоге побеждаем хоть мы Атлетика. Все равно на один гол Атлетика забили больше. И в итоге Боруссия пролетает мимо финала Лиги Чемпионов. Ну что же, сейчас у нас игра в Бундеслиге. Естественно, я буду играть вторым составом. Теперь только будет. У меня второй состав играете в Бундеслиге в финале Кубка Германии. Естественно, сыграю первым. Но здесь пока что... Я не знаю, может быть... Хотел сделать схему просто в шесть игроков. Потому что это друг за другом. Бранд и Цебаслай Цапники. Даут и Вицель в центре поля просто. Но очень странно будет выглядеть эта схема. Мори и здесь у нас травмирован. Не знаю, сколько ему восстанавливаться. Но посмотрим. Ферф против Боруссии. Поехали. Итак, Бундеслига. Выездная для нас игра. Начинаем. Цебаслай. Подача. Ну а здесь Бранд забивает все-таки. 43-я минута. Боруссия выходит вперед. И забивает Джулис. 1-1. 77-я минута матча. Ну давайте выпьем Холланда. Вот сейчас посмотрим, как Эрлинг нас забивает голы в Бундеслиге в конце сезона. Через Холланда. И какую шикарную передачу-то Холланд отдает на Дауда. И в итоге снова Боруссия выходит вперед. Не прошла вообще даже. Не нашла партнеров. В итоге все. Финальный сесток и минимальная выездная победа Дортмунда над Ферфом. Итак, сейчас у нас последний матч в чемпионате Германии этого сезона. И, естественно, я, наверное, отыграю первым составом. Потому что, во-первых, Холланду надо забить. Я не знаю, ну хоть трик хотя бы, чтобы уж точно его никто не обогнал в списке бомбардиров. Да и тем более, следующая игра у нас только через неделю. Финал Кубка Германии. Поэтому поехали. Ну что же, Сигнал и Дуна Парк. И это последний матч в Германии в этом сезоне. В регулярном чемпионате останется только матч-дерби между двух Боруссий в финале Кубка Германии. А так, сегодня мы заканчиваем сезон в Бундеслиге. И Холланд все-таки вколачивает мяч. Нарушали на нем правила, но он решил продолжить игру. Не зря вколотил мяч, который взлетел от штанги. И забивает дубль. 37-я минута. Холланд делает счет 2-0. И вот такой шикарный еще гол забивает Гюрера. 65-я минута матча. Никто не встречал. И Гюрера решил сдали на дистанцию. Почему бы не пробить, тем более счет позволял. И забивает Герта. На 70-й минуте уменьшают наше преимущество. Билфадил забил. И все. Финальный сесток. Уверенная домашняя победа Дортмунда над Гертой. Дубль на свой счет записал Эрин Холланд. И надеюсь, что станет лучшим бомбардиром этого сезона в Бундеслиге. Ну что же, и последний матч в этом сезоне. Борусия-Мюнхенгладбах против Дортмунской Борусии. Играем на Олимпиад-штадион. Финал. Кубка Германии. Поехали. Итак, ДФБ-покал. Не знаю, правильно ли произнес или нет, но Кубок Германии. Если на наш лад. Финал. Борусия-Мюнхенгладбах против Дортмунской Борусии. Начинаем. Так, фокус сегодня на Холланде. Он стал лучшим бомбардиром в Бундеслиге. И просто шикарный гол забил Эрлинг и вывел Борусию вперед в финале Кубка Германии. Так, неплохо. Ройс ускоряется. Можно дальше проходить. И видит он забегание, конечно же, Эрлинга-Холланда. Подача идет прямо на него. И норвежец, ну просто шикарный гол. Забивает что первый, что второй. Ну просто отлично. Голевое чутье у этого гиганта есть. И он это показывает. И пропускает. Борусия-Дортмунд. Нец. Забивает и уменьшает преимущество номинальных гостей. Ройс. Забить не смог. Малин добивает уже практически в пустые. И снова разница в два мяча. Холланд отлично забрасывал на Малина. Тот на Ройса. И Марко Ройс забивает ворота своей бывшей команды в финале Кубки Германии. И не дал арбитр продолжить атаку. Хотя Холланд мог забить хэд-трик. Но в любом случае разгромная победа. Борусия обыгрывает Борусию. 4-1. Замечательно. Ну что ж, друзья. Заканчивается у нас сезон. Давайте подведем итоги турниров, в которых мы участвовали. Во-первых, мы выиграли Бундеслигу. Бавария на втором месте. На третьем Вольфбург. Не знаю, кому если интересно. Герта, Фрайбург и Армения. Вылетают. Хороший у нас, во-первых, еще и отрыв. Над вторым местом. Выиграли Кубок Германии. Очень странно, что здесь написано минус 2, минус 1. Как-то. Ну вот Бавария победила в Суперкубке. По пенальти со счетом 0-3. Тем более, еще так написано. Вот выиграли претезонный турнир. Челси выиграли Суперкубок Уэйфа. И в итоге Атлетика по пенальти обыграли ПСЖ в финале Лиги Чемпионов. В основное время 3-3. По пенальти 5-4. Поздравляем Матрасников. Лигу Европы выиграла Бенфика. Сняла себя на проклятие Еврокубковое. Обыграли Лейпциг со счетом 2-0. Ну и Реал Седат обыграл Рому в финале Лиги Конференции. Ну и также давайте по игрокам. В Бундеслиге лучшим бомбардиром стал Холланд. У него 20 забитых мячей в 20 матчах. Лучшим ассистентом стал Бранд. 19 голевых в 22 играх. Лучшим вратарем стал Нойер. 11 сухих матчей из 34. Но наш Бюрки в 18 матчах 8 нас ухо отыграл. Ну и также Кобель. 6 сухих в 16 матчах. В Кубке лучшим бомбардиром стал Холланд. 6 голов в 4 матчах. Лучшим ассистентом Ройс. 4 паса в 4 матчах. И лучший вратарь Сомер. Ну здесь наверное больше фарман. Потому что матчи он меньше отыграл. А сухих ровно столько же. Ну и в Лиге Чемпионов. Лучшим бомбардиром стал Холланд. 23 забитых мяча в 12 матчах. Лучшим ассистентом Малин. 13 голевых в 12 играх. И лучшим вратарем Кастельс. 5 сухих матчей из 8. Так, ну и топ 3 по составу. Больше всего матч провел, кстати, Аканжи. 40 игр. Дальше идет Холланд 37 и 35 Малин. По забитым голам. 49 Холланд. Малин 24. Колуму Ани 17. Ну и по голевым. Малин 28. Ройс 23. Бранд 21 голевая передача. Ну и по сухим играм. Аканжи. Хюмельс. И Биллингем. В итоге самый молодой игрок, который у нас играл. Это Джуд Биллингем был. Именно из действующих игроков, которые у нас именно играли. Они просто в составе числились. Ну а самым возрастным стал Хюмельс, получается. 33 года. Самый низкий рейтинг у нас был это Кана. Которого я подписал. В итоге потом он не играл. А перестановки там делал. В итоге Морий стал самым низким рейтингом нашим игроком в составе. Ну а самый высокий рейтинг у Холланда. Он сделал плюс 4 к рейтингу за сезон. Ну и топ-3 по стоимости. Холланд 189 миллионов евро. Гюрера 91,5 из-за того, что мы ему просто позицию поменяли. Поменяли у него плюс 4 стало. И также Биллингем 58,5 миллионов. Ну что же, на этом все, ребят. Всем спасибо большое за просмотр данной карьеры. Надеюсь, вам она понравилась. Пишите, что понравилось, что не понравилось. Будем делать выводы, чтобы в FIFA 23 карьеры были только лучше. Обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши видеоролики и стримы. С вами был Андрей и канал Футбол. Это Жид. До новых встреч, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok